Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Друзья, сегодня воскресный день, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию для нашего внимательного рассмотрения отрывок из Первого Послания Святого Апостола Павла Коринфяна. Глава 8, стихи с 8 до конца главы, и 9 глава, первые два стиха. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Пища не приближает нас к Богу, ибо, едим ли мы, ничего не приобретаем. Не едим ли, ничего не теряем. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть и доложерственное. И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня воскресный день. Мы продолжаем с вами готовиться к великому посту. Идут приуготовительные недели, каждый из которых нас назидает и наставляет, как правильно нам воспринимать жизнь нашу духовную, и как правильно воспринимать в целом сам пост. И сегодня вновь тема пищи поднимается апостолом Павлом. Но здесь непривычный нам аскетический аспект, потому что в апостольских посланиях в конкретной их ситуации, в их временной ситуации стояли несколько иные проблемы и задачи. Но система толкований, герминефтические различные приемы, свитоотеческие толкования, да, есть ведь буквальное толкование, есть аллегорическое толкование, есть типологическое, тропологическое, различные виды толкований. Они позволяют нам и сегодня интерпретировать текст, и, конечно же, позволять нам этот текст развернуть для актуальной для нас сегодня ситуации. Но для того, чтобы это правильно сделать, мы должны понять, а что буквально конкретно тогда тем людям в тех условиях хотел сказать автор, в данном случае апостол Павел. Замечательные слова, которые мы должны перед постом себе, скажем так, уяснить. «Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем». В этом смысле, да, вспомнить надо еще и слова Господа о том, что не суббота, не человек для субботы, а суббота для человека. Так же и здесь, не человек для поста, а пост для человека. Очень важно соблюсти вот эту грань и не в какой-то степени порой даже идеализировать, не идеализировать, а именно идеализировать ту или иную духовную практику. Ведь всегда мы должны смотреть не только на процесс, но и на конечную цель. А приближает ли нас это ко Христу? И поэтому нужно всегда искать золотую середину. Что мы должны искать в посту, в самом факте поста? И здесь, конечно, не стоит вопрос, необходим ли он. Конечно, пост необходим. Но пост не как самодавляющая величина, а как средство для устроения нашей жизни, для направления наших мыслей, нашего сердца в правильное русло. Поэтому пост – это не только пища, естественно, хотя и она тоже. Это и распорядок дня, это и правильное устроение сердца молитвенное. Это попытка изменить свой образ жизни так, чтобы наше сердце смогло направить все свои помышления на свою жизнь и на стремление к Богу. То есть покаяние и стремление к Богопознанию. Через молитву, через сосредоточенность и так далее. Это не только пища, поэтому если мы будем четко считать только одни лишь калории, то это, извините, диета. Если это без молитвы, если это без духовной практики, если это без стремления посмотреть, а как же заповеди Божии я соблюдаю? И соблюдаю ли я их вообще? Поэтому пища не приближает нас к Богу. Ибо едим ли мы ничего не приобретаем, не едим ли ничего не теряем. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазна для немощных. И здесь, конечно же, мы должны вернуться во времена апостола Павла и понять, что он тогда имел в виду. А он имел в виду, что пища тогда, вот эта проблема идоложертвенного, о чем мы с вами вчера говорили, и в предыдущие воскресные дни, выходные, тоже акцентировали на это внимание, потому что послание тоже было на эту тему. Тогда было идоложертвенное мясо, и люди думали, что, вкушая это мясо, некоторые, то есть были такие, каких апостол Павел называет такие слабые христиане, они думали, что вкушая это мясо, это мясо идоложертвенное, то есть посвященное языческим идолам, и вкусив хотя бы чуть-чуть от этого мяса, ты становишься ритуально нечистым. То есть это такое несколько ветхозаветное мышление, которого чужд Новый Завет, и апостол говорит об этом, что пища не приближает нас к Богу. То есть если я не поем, а поем не идоложертвенного мяса, я как будто бы буду чище и ближе к Богу. Нет, это неправда. В то же время, если я поем этого идоложертвенного мяса, это тоже меня не отдалит от Бога. Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы ничего не приобретаем, не едим ли ничего не теряем. Но если мы вкушаем это идоложертвенное мясо в своей свободе, понимая, что оно меня никоим образом не приближит, и не отдалит от Бога. Но берегитесь, однако, говорит апостол, чтобы эта ваша свобода не послужила соблазном для немощных. И вот тут очень важный принцип, что действительно мы все на разных ступенях нашего духовного становления, духовного развития, и действительно многие ветхозаветные заповеди сегодня мы с вами не исполняем, ибо они не актуальны в Новом Завете. Вот эта свобода, свобода христианская, свобода во Христе, и наше дерзновение к Богу, оно может кого-то, человека более немощного еще, возрастающего, которому еще нужны четкие рамки, что шаг влево, шаг вправо, ничего нельзя делать, вот четкие вот такие рамки, соответственно, он может посмотреть на человека более свободного, и осудить его в сердце своем. Поэтому очень важно в каждом своем поступке, в каждом своем деле, в поведении, в храме, за пределами храма, мы должны учитывать совесть другого человека. И апостол это говорит, чтобы свобода ваша не послужила соблазном для немощных, ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание о мясе, сидишь за столом в капище, то совесть его, этого человека, который видит тебя как немощного, не расположит ли и его, если дло жертвенное. То есть он увидит другого христианина, более образованного, более знающего, который знает, что мясо не отдаляет и не приближает человека. Он тоже поест этого мяса, но потом совесть его будет мучить, он будет думать, что он согрешил, и от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. Гипертрофировано, да, говорит апостол Павел, погибнет, ну не погибнет, конечно, но совесть его будет обличать, он будет думать, что он согрешил пред Богом. А согрешая таким образом против братьев и изляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Помните, что пост — это еще пространство, когда мы начинаем видеть, что есть вокруг нас другие люди, что мы должны думать и о них тоже, и не вводить их в искушение, не соблазнять их своим поведением, своими словами, своим внешним видом, своими поступками. Это тоже очень немало, очень важная и актуальная проблематика любого поста и, в принципе, любой жизни христианской. Поэтому будем помнить об этом. И далее апостол говорит в 9 главе о том, что его печать апостольская, он защищал свое апостольство, ибо на него опять был, скажем так, клевета. Он говорит, что можно слушать кого угодно, но вы и ваше христианство, и ваш Дух Святой, действующий в вас, вы и есть самая главная печать моего апостольства, самое главное его заверение. Поэтому, пометуя обо всем сегодня прочитанном, церковь назидает нас, что помнить нужно не только о себе, но и о ближнем, и нужно помнить, что есть совесть другого человека, которую мы не должны искушать. Поэтому будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе, и до новых встреч. Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, приемы и решенье небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова